всем привет друзья меня зовут родионов михаил я тренер практикующий тренер спортсмен человек который худеет других людей человек который сейчас уже 30 дней учить себя да вот вот моя форма сейчас сейчас я покажу на картинке как я худел в прошлом году вот смотрите это был август 2019 года когда я готовился к чемпионату по ниндзя вот я очень люблю гонки с препятствиями да в принципе это моя такая стезя поэтому я не слишком супер мышечный хотя работаю фитнес-клубе так вот у меня много про последнее время много клиентов сложных сложных что меня натолкнуло на разбор темы похудения с немножко другой стороны в прошлом году повторюсь я худел я худел каким образом я держал дефицит по кбжу то есть урезал калории я худел на высоком проценте пищи белка то есть много потреблял белка и много потреблял овощей в принципе вот урезал углеводы то есть низкоуглеводная высокобелковая диета у меня была что я получил посмотрите вот на эту фотографию я получил через три месяца да я очень просто хорошо так сушился на самом деле потерял очень много воды потерял очень много мышечной массы силовые упали и в итоге я набрал жир на боках да вот сейчас еще одна фотография вот смотрите но я хоть и относительно молодой человек мне 35 лет я тренер уже более 10 лет я в принципе спортсмен такой ну как бы активный очень человек да вот и я имею проблему у меня есть инсулинорезистентность поэтому эта тема мне особенно интересно поэтому это глубоко в нее закопался кстати говоря я кандидат педагогических наук да не доктор но умею систематизировать анализировать копаться в информации и надеюсь что доступным языком сегодня расскажу вам про то что же такое процесс жиросжигания от каких гормонов он зависит и что мы с вами делаем не так когда очень хотим похудеть почему у 90 процентов людей не получается похудеть вот давайте начнем с того что у нас есть две паре бригады гормонов да то есть гормоны которые отвечают за набор жира и гормоны которые отвечают за набор так и за сжигание жира вот про гормоны чуть чуть позже смотрите самое важное что вот эта проблема инсулинорезистентность я не зря про не сказал что она у меня есть и подчеркнул это это реальная проблема не только жирных людей я не похож на жирного человека про детей про которых я читал там трех четырех пятилетних детей они тоже не жирные люди по факту это вообще дети еще люди которые в принципе еще не жили да у них уже есть такая проблема как инсулинорезистентность вот и сталкиваются сейчас пожилые люди вообще 95 процентов пожилых людей все имеют инсулинорезистентность что это такое что такое гормон инсулин инсулин это гормон который убирает да то есть расщепляет глюкозу у нас в крови сахар у нас в крови сколько в норме у на у человека должно быть сахар в крови на весь объем крови примерно на 5 литров крови у нас должно быть по научным данным от одной до двух ложек глюкозы ну или сахара в крови а при этом до человечество сейчас так как она питается она потребляет в день где-то от 20 до 30 ложек сахара то есть вы понимаете здесь уже есть очень большая проблема но инсулин не из-за этого инсулинорезистентность зарабатывается не только из-за того чтобы едим много сахара и конкретно много сладкой пищи мы едим часто самая главная проблема как можно заработать инсулинорезистентность это дробное питание малыми порциями и частое питание частые перекусы каждый раз когда вы кушаете любую пищу ответ гормональный организма повышение инсулина наш организм так задуман когда мы потребляем пищу мы даем сигнал телу к набору массы инсулин кстати позволяет набирать не только жир но и мышцы позже об этом скажу вот каждый раз когда мы потребляем и не важно что это за пища это не обязательно должен быть круассан с шоколадом это может быть абсолютно пэпэшная курица да там курогрудка и гречка это может быть достаточно безобидное яблоко это может быть я не знаю что угодно орешки в машине по дороге домой да каждый раз сейчас проблема людей в том что они просыпаются завтракают пусть это будет всего лишь кружечка кофе и один бутерброд потом через час-два у них чувство голода они снова перекусывают на работе или по дороге на работу потом они обедают потом у них полдник потом они едут домой они снова перекусывают заезжают какой-нибудь макавта или еще куда-то потом они дома вечером ужинают и может быть еще на ночь или перед сном ну как углеводы на ночь они же способствуют хорошему сну ну то есть более быстрому засыпанию под сериальчик почему бы чипсов еще там несколько не съесть или пельмешек с майонезиком вот проблема не в том что мы едим по большому счету с инсуленной резистентности конкретно проблема в том что мы едим часто плюс каждый раз когда вы едите вы как бы даете сигнал организму ну если вы привыкли есть часто да и у вас перед тем в этот момент времени когда она вам нужно поесть у вас будет повышаться грелин гормон голода вот несмотря на то что грелин у нас стоит на в той баррикаде и я еще про него скажу почему он полезен и важен вот он провоцирует нас поесть он провоцирует поесть то есть потому что мы привыкли есть часто а потом уже повышается инсулин проблема в том что организм не может справиться с теми огромным количеством глюкозы которые содержатся в продуктах которые мы едим мы же не едим с вами только морковку да там не жареную то есть совершенно сырую картошку и при этом не закусываем это все жирным мясом правильно мы едим очень много углеводов вот очень много углеводов но еще очень много белка низко жирного это тоже очень большая проблема протеин сывороточные протеиновые батончики 0 процентов жирности кефир все это безумно высоко поднимает сахар в крови даже даже больше чем сам сахар ну то есть глюкозы повышает уровень инсулина и поднимает сахар в крови поэтому здесь реально проблема вот инсулин скачет часто организм не может переработать весь этот сахар и и организм просто со временем он как ребенок который закрывает уши как на которого постоянно орут да а что значит на него орут это вот вы все время закидываете в организм пищу соответственно он закрывает уши и он просто не слушает как на него орут и он перестает работать какая вот конкретно да частная моя проблема то есть мне хочется набрать больше и удерживать больше чистой мышечной массы но я не могу это сделать потому что инсулин глух потому что с детства я ел очень много сладкого и в принципе я часто перекусывал и кушал и сейчас вот смотрите инсулинорезистентность чем характеризуется частая тяга к сладкому частый голод упадок сил откладывание жира на боках на животе при относительно тощей массе тела я не говорю что у крупных откладывал крупных везде уже отложенные откладывается то есть это вот такие вот моменты которые позволяют ну естественно лучше пойти и соответственно сделать анализ но эти моменты они показывают что у вас есть инсулинорезистентность вот и инсулин это очень важный гормон который является ключом ключом к нашим клеткам в том числе мышечным клеткам вообще ко всем клеткам организма он открывает клетку как комнату чтобы туда в эту комнату зашли нутриенты минералы витамины макросы да аминокислоты те же чтобы строить качественную мышечную массу и вот когда у нас с вами с ним проблема то есть когда есть инсулинорезистентность инсулин работает неправильно организм не да не дает правильную обратную связь это реально проблема второй гормон который способствует накоплению жира это пролактин он встречается у беременных женщин он встречается у женщин которые кормят то есть после беременности и если вы все делаете правило правильно по итогу видео да как посмотрите и у вас все равно не происходит липолиза не происходит сжигание жира то имеет смысл вы женщина которая не беременна но по крайней мере в беременность не надо проверяться он все равно будет высокий вот на которые родила откормила ребенка уже то есть корма период кормления прошел и соответственно вот имеете с этим проблемы пролактин также бывает выделяется на фоне хронического сильного стресса у тех у кого жутко адский стрессовая работа тоже проверяемся на пролактин и так значит я рассказал вам о проблеме теперь решение проблемы да как запустить липолиз как активировать сжигание жира в организме и как бороться с инсулинорезистентностью смотрите вот с этой стороны какие у нас гормоны гормон роста самототропный гормон тестостерон адренокортикоидный гормон глюкогон гриле вот эти раз два три 4 5 6 гормонов они очень важны для того чтобы запустить процесс расщепления жиров есть еще адреналин и норадреналин они могут как запускать расщепление жиров так запускать и накопление жира да то есть они у нас с двух в две стороны работают про них немножко позже и так чтобы нам понизить а нам надо понизить уровень инсулина это крайне важно чтобы нам понизить уровень инсулина и одновременно стимулировать выработку гормона роста нам нужно увеличить периоды между приемом пищи идеально если вы будете увеличивать периоды между приемом пищи ну по крайней мере между ужином и завтраком первым приемом пищи на 12 часов запомните эту цифру это научно доказанный факт после 12 часов голода или после когда проходит 12 часов после того как мы последний раз покушали у вас значительно вырастает уровень гормона роста с ним же связаны с аматотропный тестостерон и глюкогон гормон голода нет грелин гормон голода грелин будет стимулировать гормон роста кстати вот давайте сразу про грелин чем хорош грелин грелин он я уже сказал упомянул про него что он у нас повышается каждый раз когда мы привыкли есть но если вы не поедите например у многих людей такое бывает что вы когда работаете и вам некогда поесть и в это время время обеда потратили на работу потом у вас чувство голода проходит то есть грелин он как качели он поднимается и потом опускается он не поднимается до бесконечности соответственно если вы перетерпели когда грелин высокий перетерпели чувство голода он потом понизится с этим все нормально но когда повышается грелин он стимулирует выработку гормона роста это хорошо поехали далее 12 часов каким образом это сделать это можно сделать разными путями но самый оптимальный путь для человека чтобы выдержать эти 12 часов включить это это пищевое это окно голодания включить в ночной сон чем глубже чем лучше ваш ночной сон я на эту циферку 8 нарисую и вы поймете что это нет это не прием это не окно приема пищи это сон да я даже подпишу вот здесь сон в течение 8 часов тоже тоже будет помогать нам стимулировать гормон роста и вообще активно липолиз у всех людей запускается то есть сжигание жира и работает конкретно в ночные часы почему ну потому что в первую очередь мы прекратили есть и наконец-то у нас начинается выработка и подъем тех гормонов которые запускают процесс сжигания жира итак пошли дальше каким образом еще мы можем увеличить соответственно уровень этих гормонов которые позволят нам сжигать больше жира я обращу ваше внимание на глюкогон глюкогон гормон который повышается при кратковременном сильном стрессе например от тренировки глюкогон хорошо повышать интервальными короткими высокоинтенсивными тренировками 3 вашей тренировки если они будут на фоне голода то есть почему много споров про голодное кардио но практика подтверждает что это работает не не вам не нужно мучиться на голодном кардио просто вы когда между приемами пищи например вы там не вот скажем часиков ну во сколько ну в два часа вы пообедали если вы пропустите любые перекусы часов 7 или 8 вечера позанимайтесь потренируетесь то есть пройдет это пять шесть часов да на фоне такого хорошего голода то есть у вас будет грелин он поднимется гормон роста поднимется и вы потренируетесь но только коротко 20-30 минут не больше вы поднимете глюкогон и больше еще будете стимулировать гормон роста и будете стимулировать больше сам липолиз процессе и процессе следующих нескольких дней тоже ночных например до подъема гормонов у вас тоже будет все гормоны ответственность за липолиз повышены вот благодаря вашей интервале тренировки короткой но высокоинтенсивный ваши тренировки должны участвовать как можно больше мысл как можно больше вzin приведет соответственно глобальное работа на всеми мышцам перейдет к больше выработки глюкогона вот следующий момент смотрите адреналин и норадреналин каким образом адреналин и норадреналин может помогать именно для выработки положить их гормонов Которые отвечают за липолиз, которые помогают сжигать жир Опять же, кратковременный, сильный стресс То есть, если у нас будет хронический стресс То, что я говорил про лактин, связь хронического стресса То сюда же пойдет и адреналин То есть, хронический стресс будет повышать адреналин, норадреналин И, соответственно, все это будет идти в жирожигание То есть, это все будет туда идти В ненужную нам сторону А, соответственно, кратковременный Тут разбор по рецепторам идет То есть, разные рецепторы активируются этих гормонов Но если будет стресс кратковременный Хорошая физическая нагрузка в течение короткого времени Они поднимут правильные рецепторы этих гормонов И, соответственно, это пойдет нам на пользу То есть, мы сможем сжечь больше жира Соответственно, адренокортикоидный гормон Он очень сильно повышается на фоне всех остальных Он очень сильно повышается, когда люди принимают запрещенные препараты Какой-нибудь федрим, еще что-то Соответственно, препаратным образом можно его поднять, но мы на него не смотрим Потому что, собственно, нам это не интересно Если уж тогда затрагивать тему вообще гормонозаместительной терапии Я вам сразу скажу Три нет, почему лучше этого не делать Первое нет Потому что эта штука временная Временная, да? То есть, это поднимет ваши гормоны Наукой доказано, что это где-то до 50 раз ускорит ваш липолиз 50 раз это не 100%, не 500%, это ого-гошечки как Но это временно Потом все вернется на круги своя И не факт, что на круги своя То есть, второй момент Это после гормонозаместительной терапии У нас с вами может Занижена быть выработка собственных гормонов И это очень плохо Ну и третий момент Все, что мы форсируем Например, двигатель автомобиля Если мы форсируем Мы просто 100% укорачиваем двигателю жизнь Пробег То же самое с нашим телом Если мы форсируем наше тело Какими-то извне Особенно такими сильнодействующими Как гормон препаратами Мы получим с вами что? Конкретно Конкретный факт того, что мы занизим себе продолжительность жизни Это факт Ну, собственно говоря Многие молодые люди от этого скончались уже И я думаю, стоит просто погуглить И, собственно говоря, никогда об этом даже не думать Ни колоть себе, ни тестостерон Ни, я не знаю, ничего Никакой гормонозаместительной терапии делать не обязательно Иногда в преклонном возрасте В пожилом возрасте Назначают гормонозаместительную терапию Чтобы оздоровить суставы Но голод Причем, смотрите Гормон роста Голод – это естественный способ повысить гормон роста 12 часов – это всего лишь начальная точка отсчета Если вы голодаете дальше До 24 часов или 36 часов То вы еще больше стимулируете организмом Выработку гормона роста И всех гормонов Которые, соответственно, помогают ускорить Еще ускорить сжигание жира Использовать собственные запасы В качестве топлива И это нормально В нашем теле находится Среднестатистически, если взять у человека От 15 до 25 килограмм жира Что такое всего лишь 1 килограмм жира? 1 килограмм жира, по научным данным Это 7,5 тысяч калорий Друзья, чтобы потратить 7,5 тысяч калорий Вам нужно, скажем, пробежать 7,5-8 километров Это примерно 500 калорий В таком среднем темпе И пробежать их Это расстояние 15 раз Или сделать высокоинтенсивную Интервальную тренировку 30-минутную, получасовую 15 раз Друзья И при этом вы вообще не будете есть То есть 15 дней тренироваться Сидеть на голоде И вы тогда потратите 7,5 тысяч калорий А смотрите, какой момент Я рассказывал недавно одной клиентке Что если мы перестаем кушать Или кушаем на низких калориях То есть низкие калории Это хуже, чем голод Намного Кратковременный голод Я не говорю сейчас про голодание Долительное Больше 36 часов Поймите меня правильно Я за то, чтобы мышечная масса У нас с вами сохранилась Так вот Если мы говорим про низкокалорийную диету То на низкокалорийной диете Мы начинаем На низкокалорийную диету Это Кстати говоря, сейчас практический случай, если такой не разный случай, девушка молодая ходила на тренировки практически каждый день, выпахивалась по 4 часа в зале, ела на очень низком фонаражах. И в итоге, мы посмотрели, сделали тренировок датс, посмотрели, что жир у нее там 30%, а мышечная масса у нее там никакая. Вообще сортла все мышцы. Почему? Низкие калории. Друзья, низкий метаболизм. Этим избавляется от мышечной массы. Тренируйтесь, вы не тренируетесь на низком калораже. Сохранить мышечную массу невозможно на практике. На низком я говорю, ну, сильно низком. Сильно ниже вашего фаза. Повысить метаболизм, разогнать метаболизм можно, кушая нормально, 2000 калорий, 2500 калорий. Если эта пища будет содержать в основном жиры, здоровые углеводы, богатые клетчатки, а не овощи и фрукты, если ваша пища будет лишена простых углеводов, содержащих очень много сахара, то на такой пище, с условием того, что вы питаетесь не чаще, чем 3 раза в день, иногда 2 раза в день, и часто отправились через 12-часовое окно в ОВД, вы начнете и худеть, и разогнать метаболизм, и, соответственно, запустите все положительные гармоны. А на этой прекрасной и положительной ноте я хотел бы закончить, чтобы не задерживать ваше внимание. Если я о чем-то не рассказал или что-то важное обустил, пожалуйста, напишите это в комментариях. Спасибо за просмотр!